Сегодня мы будем говорить о важности личного бренда в интернете, как создать свой личный бренд и о преимуществах личного бренда. Итак, друзья, поехали! Всех приветствую, ребята! С вами на связи Фокин Евгений. Что такое личный бренд, я здесь рассказывать не буду. Посмотрите более детально в интернете. Скажу коротко и своими словами. Вот каждый из нас, он уникален, каждый из нас выглядит по-своему, то есть отличается от других людей повадками, внешне, какими-то другими, какой-то харизмой, другими качествами. Вот это вот все и создает ваш именно личный бренд. Итак, теперь несколько моментов о важности личного бренда. Первая и важная вещь, которую дает личный бренд, это создает доверие в интернете. Если вы занимаетесь какой-то либо деятельностью в интернете, то доверие это очень главная штука. Без доверия сейчас ничего не продать. Это не 2005 год, где можно было просто создать аккаунт в социальных сетях, поставить левую аватарку и впарить какие-то услуги или какой-то развод. На сегодняшний день люди уже поумнели и люди уже научились отличать лохотрон не от лохотрона и с кем иметь дело, а с кем не иметь дело. Поэтому, если вас знают, вы создали доверие, то вам будут платить. По-другому на сегодняшний день уже никак. И еще сюда кое-что я хотел отнести, почему личный бренд важен. Потому что он дает возможность вам заявить о себе в интернете. То есть заявить о том, какой вы крутой человек. Заявить о том, насколько вы профессионал. Заявить о вашей экспертности, насколько вы крутой чел в той или иной нише. И какой мы сможем сделать вывод уже на вот этих двух факторах, о которых мы поговорили. Например, люди вас нашли в интернете, люди вас посмотрели. Люди пропитались к вам доверием, то есть они начали вам доверять. Потом люди увидели в вас эксперта, то, что вы рассказываете. Например, что-то по психологии. А человек в это время ищет психолога. И вы ему начали импонировать. И что? Человек захотел с вами сотрудничать и человек захотел вам заплатить. Ну и нужно понимать, человек, который не скрывается, который о себе заявляет, о нем что? Начинают говорить. Его начинают рекомендовать. А это очень важно. Вот я вам задам пример. Вы к какому человеку пойдете, которого вас порекомендовали, которого вы знаете, которого вы видели хотя бы на видео? Или же вы пойдете к человеку неизвестному, которого не рекомендовали, которого вы не видели, а просто вам сказали, вот есть какой-то Вася, который там занимается психологией или научит вас зарабатывать в интернете. Так что, я думаю, здесь ответ очевиден, к которому вы человеку пойдете. Поэтому личный бренд очень важно строить в интернете. Ну что, поехали дальше. Сейчас мы будем говорить о преимуществах личного бренда. Личный бренд у каждого свой, так как каждый человек, он индивидуален. А теперь, одно из первых и крутых преимуществ, о которых я хотел бы поговорить, это то, что личный бренд у вас никто не сможет отжать. У вас его не сможет никто отобрать. В отличие от бизнеса. Приведу, например, вам такой примет. Например, вы сетевик и участвуете в сетевой компании. Вы построили хорошую структуру, у вас хороший доход. По каким-то причинам вас просто взяли и терминировали. Все, вы остались без бизнеса, у вас больше нет бизнеса. Можно взять любой другой пример. Например, вы арендовали какой-то участок, например, земли. Какой-то там продумали план, бизнес-план, начали это внедрять, начали на этом зарабатывать. Те владельцы, которые вам продавали эту землю, просекли, что эта тема очень хорошая. И они взяли и просто вас выгнали отсюда. Идите к черту. И начали что-то подобное делать сами. Опять вы остались без бизнеса. И любой другой бизнес, он может, вы сами понимаете, прогореть. Но у бренда личного тоже есть минусы. Об этом мы поговорим позже. Но преимущество в том, что вы есть вы. И ваш бренд есть ваш бренд. И у вас его никто не сможет отобрать. Если вас уже знают, вас рекомендуют, то как хорошего эксперта, то к вам как приходили клиенты, так и будут приходить. И вряд ли на это что-то повлияет. Потому что у вас отличная репутация. Ваш бренд хорошо раскачан. И он работает на вас. Итак, второе крутое свойство, которое я обожаю у личного бренда. Это у него есть такое свойство, которым обладают деньги, валюта там, компания. То есть это капитализация. Ваш личный бренд может расти. И стоимость его может тоже расти. Ваша стоимость будет... То есть стоимость вашего бренда будет зависеть от того, насколько вы в него вкладываетесь, насколько вы уделяете ему времени, насколько вы его развиваете. Если вы очень хорошо развиваете свой бренд, то он будет все дорожать, дорожать, дорожать и дорожать. Я вам приведу пример личный. Например, взять тот же год назад, ну может быть полтора года назад, когда я только начинал, да, обо мне еще мало кто знал, да, там в своих нишах, то, соответственно, я брал за консультации всего лишь 500 рублей. Но с чего это нужно было начинать? На сегодняшний день, по мере моего роста, развития, профессионализма, я увеличил капитализацию, грубо, в три раза своего бренда. И на сегодняшний день я беру уже за консультации, грубо, 2000 рублей. И большинство людей мне платит и будет платить, так как они видят, что я могу решить их проблемы. И то, что я предлагаю, это на сегодняшний день востребовано. То есть, ну, также здесь есть и минус, то, что личный бренд может как подниматься, так и опускаться. Стоит вам раз куда-то залезть не туда, где-то оплошаться, репутацию свою помарать, ваш личный бренд начнет падать вниз. И люди не будут в вас нуждаться, люди за вами не пойдут, и люди вам не будут платить, потому что вы изначально, как говорится, одето обосрались. Поэтому здесь тоже не все так просто. Но если грамотно работать с личным брендом, он всегда будет только развиваться и расти. И еще третье крутое свойство личного бренда, который я хотел отметить, это то, что личный бренд будет работать на вас до тех пор, пока вы дышите. То есть, в отличие от других компаний, которые закрываются, может все что угодно с ними случиться, с вашим брендом вряд ли что-то случится. Если вы, еще раз повторяю, его раскачали, он будет работать до вас, пока вы именно дышите и пока вы живы. Поэтому выгоднее всего вкладывать не в какие-то проекты и темы, а именно в себя и в свой бренд. Потому что это выгодное вложение, это также выгодно, как и вкладывание в знания, в мозги. Но это, по сути, практически то же самое, что вы вкладываете в мозги, это, по сути, вы вкладываете в себя, в свою личность. Поэтому это очень выгодно, я об этом уже рассказывал. Ну и что еще хочу сказать? Хочу повторить, что личный бренд, он может быть как востребованный, так и невостребованный. Все зависит, опять же, от вашей личности, от репутации вашей личности. Насколько она востребована и насколько она невостребована. Если она невостребована, соответственно, никто к вам не будет обращаться, никто вам не будет платить, никто не будет иметь с вами дело. Все будут знать, что вы лохотронщик, козел, тому подобное. И с вами лучше не иметь дело. Вы мошенник. Или же наоборот, вас будут рекомендовать, и вы будете круто и отлично себя чувствовать и зарабатывать. Ну и поэтому личный бренд, он либо есть, либо его просто нет. Также личный бренд сразу не может появиться. На это нужно время. Возможно, кому-то года, кому-то меньше. Все будет зависеть от того, как вы быстро развиваетесь, как вы быстро вкладываетесь в себя, в свой бренд. И это будет именно решать прогресс и продвижение именно вас. Поэтому не надейтесь, что сразу появится у вас узнаваемость, вас начнут рекомендовать. Я к этому тоже шел долго. Один раз я, кстати, обосрался, тоже занимался не тем, чем надо. И хорошо репутацию свою подморал, и мне пришлось год на то, чтобы ее восстановить. На сегодняшний момент я очень тщательно отношусь к предложениям, которые мне делают, потому что я не хочу влезть в какую-то непонятную фигню. Потому что, когда я за что-то берусь, я понимаю, что это ответственность. И тем более, если туда я зову каких-то людей, я, значит, должен отвечать за этих людей. Ну и третий момент, о котором я сегодня хотел поговорить, это как же создать свой личный бренд. Вы теперь скажете, это все хорошо, так как же теперь повысить свою узнаваемость, повысить капитализацию своему бренду и тому подобное. Первое, что нужно понимать, это нужно начать пиарить себя. Не проекты, не кампании, а именно себя и свою личность. Где отвечаю? Конечно же, в соцсетях. Сейчас все деньги в соцсетях, и сейчас все люди сидят в соцсетях. И это отличные площадки для того, чтобы заявить о себе именно там. Так, теперь детально, что конкретно нужно делать? Первое, это, конечно, загружать свои фотографии. Большинство людей там аватарку поставили, хорошо, если свое, и все. Вы должны как можно больше загружать фотографии из своей жизни, какой-то свой лайфстайл, чтобы людям было понятно, что вы себе представляете, и что вы за человек. Я бывает захожу к людям на страницу, и не понимаю, что они себе представляют. Таких людей сразу в подписчики. Мне интересны люди, которые хотя бы что-то из себя представляют, чтобы я мог понять, нужен ли он мне, что он мне может дать, и тому подобное. Может быть, у меня это человек тот, который мне нужен, и я вот хочу, например, именно с ним посотрудничать. Поэтому это очень важно. Фотоконтент. И именно конкретно свой фотоконтент, свои фотки. Второй инструмент, это видео. Это самый крутой и эффективный инструмент, в отличие от фото. Фотки можно подделать, подкрасить, а видео нет. Видео вы влияете на людей. Люди видят вас такой, какой вы есть. Видео нельзя подделать. Здесь есть и эмоции, есть и харизма. И то есть, посмотрев видео, человек проникается каким-то доверием, и он сразу может понимать, врёт человек, не врёт, что он из себя представляет. Поэтому видео, это очень важный момент, и нужно записывать очень много видео, для того, чтобы продвинуть себя и развить свой бренд. Это намного даже важнее, чем фотоконтент, потому что ещё раз говорю, фотоконтент можно подделать. И смотря аккаунты многих людей, я лишний раз уже убеждался, что люди в соцсетях на самом деле себе завышают оценку, и они на самом деле не такие, как они кажутся. То есть, я тоже думал, что человек вроде такой, умный, такой крутой, а на самом деле, когда с ним пообщался, он вообще ничего из себя не представляет. Оказывается, даже ни цента не зарабатывает, а везде фоткается в пинжаках, туда-сюда, я такой-сякой. Поэтому это очень важно, ребят. Будьте естественными, будьте самими собой. И ещё один момент. Если вы зайдёте ко мне в любую социальную сеть, вы никогда не найдёте какого-то безмозглого репоста, как сделать какой-то там тортик с яблоками. У меня именно везде мой контент, моя экспертность, моя личность. То есть, я пащу в основном только себя и продвигаю только себя. Если кого-то, кто-то там мне скажет, там, сделать репост, я вряд ли буду это делать. Это в зависимости, смотря какой человек меня попросит или мой знакомый. Поэтому я продвигаю только себя. Это очень важно, ребят. И так, поэтому, ребят, на этом я данное видео буду заканчивать. Можно ещё много чего говорить, но и так уже длинное. Поэтому я желаю вам успеха, чтобы ваш бренд развивался, чтобы вы повышали свою стоимость, свою узнаваемость, чтобы с вами хотели сотрудничать, вам предлагали какие-то контракты. То есть, чтобы вы... Ну, я вам что ещё хочу сказать? Не надейтесь на быстрый результат. Просто развивайте себя и со временем ваш бренд начнёт расти. И будьте внимательны к разным предложениям, чтобы не замарать свою репутацию. Вот вы знаете, ко мне иногда пишут люди и говорят, мы хотим с вами сотрудничать или я хочу вас пригласить там на вебинар, чтобы вы выступили по YouTube, допустим, для моих партнёров. И вы знаете, это на самом деле так круто, когда тебе предлагают какие-то контракты и условия. И ты сам уже решаешь, будешь ты работать или не будешь, за какие стоимости и ты будешь работать. Поэтому это означает, что ты растёшь и твой уровень растёт и твоя востребованность той уже. На самом деле, это очень круто. Ну, а если данное видео вам понравилось, ставьте лайки. Обязательно делитесь данным видео со своими друзьями. Возможно, они не знают про возможность личного бренда и как он им может помочь вообще заработать денег или же помочь рекрутировать свой бизнес и тому подобное. У личного бренда очень много разных преимуществ. также пишите комментарии, если они у вас есть. Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить очередные полезные видеоролики. Ну и всем желаю успеха, развивайтесь, добивайтесь успеха. С вами на связи был Фокин Евгений. Всем пока. Фокин Евгений. Фокин Евгений. Фокин Евгений. Фокин Евгений. Фокин Евгений.